На юге Приднестровья в Слободзейском районе нашествие лис. По крайней мере, так говорят жители села Чобручи. Официальная статистика подтверждает, в прошлом году в республике зафиксировали 11 случаев бешенства и 7 из них в Слободзейском районе. Лисы, говоря научным языком, природный резервуар бешенства, смертельно опасные болезни. Именно от лис, как правило, заражаются собаки, кошки, коровы и другие домашние животные. В зоне риска и люди. Помимо гипотетической угрозы бешенства, есть и вполне реальный ежедневный вред от соседства лис. Из дворов они тащат кур и уток и поделать с лисами ничего не могут. Далее репортаж из села Чобручи, которые переживают нашествие лис. В Айберчате села Чобручи только и разговоров, что о лисах. Последние несколько дней сельчане обсуждают потери. Вот, к примеру, пишет Татьяна. На нашей улице в пять дворов заходили лисы, поели куры и цыплят. Очень обидно. Потому что мы не могли пройти мимо этой новости, поэтому приехали мы в село Чобручи и встречает нас глава. Мы обычно приезжаем посмотреть на ваш чудесный парк, на какие-то праздники села, а тут такая напасть в селе. Да, тут, понимаете, напасть это не только у нас, это везде и в Слободзейском районе, и во всем Приднестровье. Вот сегодня утром мне звонит один житель, говорит, все, мы одну лису пристрелили. Ну, это понятно, это опять же он охотник. Сейчас поедем, я вам покажу. Направо по главной. Охотника Виктора Анатольевича мы застали дома. Это он рано утром выследил и пристрелил лису. Лисье логово, говорит, даже искать не пришлось. Заселились рыжие напротив его курятника. Недели две, наверное, сторожу и сторожу. Вышли три штуки. Ну, мать, наверное, не видела ее. Она ночью только приходится, потому что собаки лают. И он, говорю, вчера, уже под часиков четыре, смотрю, она лежит. Мы сначала их травили. Не берет. Пришлось стрельнуть один раз. Виктор Анатольевич удивляется. Поселились под боком, стащили всего четыре курицы. У местного батюшки на днях унесли больше сотни кур. Неужели музыка лис пугает? Знакомый Виктору Анатольевичу посоветовал радио включать. Мол, лисы музыку не любят. Я уже поставил колонку там, радио включаю, вот, даже оставляю уже на ночь. Так, маленький звук, чтобы она была, ну, ночью же эхо как-то. Каких песен лисы боятся? Ну, там и песни, и новости, и все. Я ставлю дорожное радио. Может, рэп поставите, чтобы она ушла. В интернете превеликое множество видео, которые набирают огромное количество просмотров, и 90 тысяч, и еще больше, где говорит автор, как все-таки отвадить лисицу от своего приусадебного участка. Так вот, самое интересное, на мой взгляд, из народных таких советов, это нафталин разбросать шарики вдоль, по периметру участка, или вот купить вот такой вот черный перец. И вот эти вот горошинки также по периметру разбросать. Говорят, что запах черного перца лисы боятся. Перец, нафталин и музыка с лисами вряд ли справятся. Тут методы, проверенные временем, нужны, говорит еще один житель села, Иван Михайлович, и несет ловушку. Вот капкан. То есть вот так он выглядит? Да. Иван Михайлович, вы охотник? Нет. Что знаете все вот эти вот приспособления? Нет. А кто? Просто так взялся. Просто решили на пенсию чуть-чуть лис половить? Да. Потому что раньше их не было. Вот так она работает. Вот видите? Она приходит. Все просто. И за ногу, и она уже не вытащит ее. Метод хоть и старый, зато рабочий. В прошлом году Иван Михайлович поймал пять лис. Позапрошлом шесть. В этом году, говорит, пока не одной. С лисами тут уже привыкли воевать. Иван Михайлович, смотрите, а то я сейчас как в капкан вместо лисы я попаду. И что будем делать? Нет, нет, нет. Настоящие дебри. Посмотрите, лес. Конечно, им здесь будет раздолье. Там курочки. Здесь зеленушка. Вообще курорт лисий. Я вот здесь их первый раз ловил. Как ни ходили мы с Иваном Михайловичем, как ни искали, лисьих следов не увидели. Местные говорят, с этой заброшки лисы переехали в другую. Домов пустующих много. В Чебручах больше сотни. В каждом, по словам главы села, сейчас живет по три-четыре лисы. Как минимум. В одном таком пустующем доме сколько? До десяти штук. До десяти лисы? До десяти, конечно. Если там мама с потомством, то не дай бог. Как только сельчане живность отпускают пастись тут по соседству с лисами. А если укусит, с вопросами на следующий день отправились мы в Бендерскую ветклинику. Укусила лиса, допустим, теленка. Через какое время у него проявятся признаки бешенства, если лиса уже была заражена? В основном это 10-14 дней. Если кусает теленка, либо лошадь, либо корову, то немедленно нужно обращаться в ветеринарные службы. Выезжает бригада ветеринарных специалистов, которые уже ставят специальные вакцины в лечебных целях, либо в профилактических целях. Телят, козлят и прочую домашнюю живность ветеринары советуют осматривать каждый раз после прогулки на пастбище. Искать царапины и следы от укусов. Если лиса наведалась в курятник, удушила уток или кур, голыми руками их брать нельзя. И ни в коем случае не употреблять пищу. Павшую курицу надо утилизировать, раз. Во-вторых, дезинфекция производится. То есть самое простейшее, это при воздействии на вирус 100 градусов по Цельсию, да, кипяток крутой, убивает вирус моментально. То есть в трупе животного сохраняется от 3 до 4 недель вирус. Опять же, через слюну. О каком вирусе говорит ветеринар? Бешенство – смертельная болезнь. И лисы – главный источник бешенства в нашем регионе. В прошлом году, по данным Минсельхоза, в Приднестровье было зарегистрировано 11 случаев бешенства. И 7 из них здесь, в Слободзейском районе. Пока нету на территории села, не было ни одного заражения бешенством, да, слава богу. Или они не доходят до этих животных. У нас ветслужба работает, одна из лучших в районе. И пока они мне в каждый понедельник докладывают всю эту ситуацию, пока нету. Больная лиса от здоровой отличается. Близко подходит к людям, не боится их днем и ластится. Таких бесстрашных в Чебрычах в этом году пока не замечали. Орудуют рыжие в основном ночью. Вот у главы, пока спал, лиса на днях стащила 14 кур. Как я не закрываю курятник? Никак. Ну, лисе надо дырочку 5 на 5. Ну, что такое 5 на 5? Спичный коробок. Давай, спичный коробок рядом. Новости, что в селах орудуют лисы, уже перестали быть чем-то новым. В Чебрычах они настолько обнаглели, что утащили лебедя из прудов знаменитого парка Родина. После этого власти села вернули лебедей в Тирасполь. Там безопасней. Эх, не в то время мы приехали. Местные говорят, вечером надо было, когда начинается лисе охота. Мы руки не опускаем и едем к сельской амбулатории. На прошлой неделе здесь засняли лису. Фото разлетелось по местным пабликам. Не прошло и минуты, как на том же месте, на крыше, мы увидели лисенка. Сзади еще один. Кроме того, что воруют цыплят лисы, вот, пожалуйста, они кусают кошек. Рядом перья. Если пойдем по вот этой тропинке, мы как раз-таки, мне кажется, и придем к лисе семье. На самом деле очень страшно. Вот и ежики здесь, и снова перья. Сейчас бы не попасть на озлобленную мамашу. Оператор не успел заснять, но мы увидели буквально несколько секунд назад. Пробежала по шиферу мама, судя по всему, потому что она была большая, и скрылась в то же логово, где мы увидели и лисенка. Так вот, не зря лиса считается хитрым животным, потому что у них уникальный слух. Видят они тоже очень хорошо, особенно в темноте. А еще они очень быстрые. Скорость могут развивать до 72 километров в час. Пройдемся немного. Кажется, мы заметили еще одну лису. Правда, не живую. Что с ней случилось, так с виду не понять. Может, отравил кто-то, а может, от бешенства умерла. К слову, чтобы понять, бешеная лиса или нет, биоматериалы отправляют в Кишинев. В наших лабораториях таких анализов не делают. Делают даже не в этих лисах, в делах в законодательной базе. Мы не можем бороться с этими лисами законными, к сожалению, законными методами. На сегодняшний день, что работает против лис, оно незаконно. Я могу дома у себя, к примеру, пристрелить эту лису. У меня есть ружье, у меня есть разрешение. Но таких же людей десяток, ну, 20 человек. Пока местные пробуют все методы в войне с лисами, рыжие продолжают размножаться. Мое время растить и кормить детенышей. А тут в селе хорошо, жилье есть, еда тоже. Лиси нашествие продолжается бешеными темпами. Яна Раховская, Дмитрий Рядькович и Михаил Белый. Отражение.